Добрый день, в эфире телеканала Югра. Новости, с вами Дмитрий Пришвицин. 220 новых случаев COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки в 21-м Югорском муниципалитете. В лидерах антирейтинга «Окружная столица» здесь 34 новых пациента. В Сургуте тесты на COVID показали положительный результат 28 раз, в Нижневартовске – 21. На момент выявления у 139 человек были признаки ОРВИ. У 49-ти инфекция сопровождается пневмонией. 32 пациента переносят коронавирус без симптомов. На 0,01 снизился коэффициент распространения. Сейчас он равен 1,03. Вместе с тем за сутки от коронавируса вылечились 253 человека. Таким образом, с начала пандемии в Югре 29 950 выздоровевших пациентов. Нефрологическому отделению больницы Ханты-Мансийска исполнилось 10 лет. Ежегодно в стационаре получают лечение около 400 пациентов. Три четверти из них – это жители других муниципалитетов округа. Нефрологическое отделение ОКБ работает в составе единой системы службы трансплантологии Югры. Первую операцию по пересадке родственной почки в округе сделали почти 5 лет назад. Тогда мать стала донором для дочери. С 2017 года специалисты стали проводить трансплантацию неродственных органов. В общей сложности с начала работы службы в регионе пересажено 42 почки. Последняя операция состоялась ровно месяц назад. В листе ожидания остаются 102 человека. Отмечу, из-за пандемии сегодня нефрологическое отделение перепрофилировано в инфекционный блок. Поэтому специалисты продолжают следить за состоянием своих пациентов дистанционно. Сейчас очень сложная ситуация с ковидом и много пациентов после трансплантации в этом году перенесли ковид. Стараемся помочь всем. Доступ для докторов, которые ведут этих пациентов, он круглосуточный. Как правило, все больные идут с легкой формой трансплантированные. Может быть, благодаря тому, что вовремя вмешиваемся, вовремя какие-то рекомендации даем. На маршруты Сургута вышло 23 новых автобуса. Технику из Беларуси закупило крупнейшее автотранспортное предприятие «Спопад». В общей сложности она обошлась в 220 миллионов рублей. Автопарк обновили на нескольких маршрутах, в том числе дачных, которые теперь курсируют круглый год. Новые машины заменили старую технику. Таким образом, 7 автобусов после приобретения новых списали с линии. На предприятии рассказывают, что эта техника отличается высоким классом экологичности. Кроме того, ее собирали специально для северных широт с двойными стеклопакетами и системой подогрева, чтобы перевозки не прекращались даже в лютые морозы. Наши жители, те, кто перемещается на автобусах, они получат дополнительный уровень комфорта. Сами понимаете, это и вот вы сейчас видели, да? Это и система вентиляции, это и двойной стеклопакет, это и возможность для маломобильных групп перемещаться достаточно комфортно. Хоккейный клуб «Югра» добивается очередной победы на выезде. Накануне в Москве подопечные Вадима Ипанчинцева в упорной борьбе взяли верх над звездой. Югорчане усилиями Никиты Тертышного уже на четвертой минуте вышли вперед. Во втором периоде удвоил преимущество команды Евгений Рымарев. Москвичи смогли лишь сократить отставание в счете. В итоге победа 2-1. Как выглядели спецпереселенцы полтора века назад? Какой размер был у полушки и какие узоры украшали сосуды в третьем тысячелетии до нашей эры? С этими еще 20 тысячами экспонатов знакомит Музей природы и человека. Он создал онлайн-коллекцию своего фонда. Музейные предметы разбиты на 19 групп. Самую обширную составляют историко-бытовые подлинники. Для этого раздела оцифровали почти 3000 экспонатов. Например, редкие елочные игрушки и коллекцию прялок 19 века. Также на музейном сайте представлены коллекции археологии, палеонтологии, банистики и другие. Сегодня стартовал большой игровой квест «Югорский калейдоскоп». Он продлится до 5 декабря. Центр адаптивного спорта Югры приглашает принять участие всех желающих. Участники будут выполнять игровые и спортивные задания. Мероприятие посвящено сразу нескольким праздникам. 90-летию округа, Дню инвалидов и Дню волонтеров. Подробную информацию можно найти в группе Центра ВКонтакте. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта снизилась в цене на 71 копейку. Стоимость одного доллара сегодня составляет 75 рублей 61 копейку. А вот европейская валюта осталась в той же цене, что и вчера. За 1 евро сегодня предлагают 91 рубль 30 копеек. На этом у меня все. Следите за новостями. Увидимся на телеканале Югра. Это только кажется, что детали не имеют значения в капитальном ремонте, особенно когда дело касается многоквартирных домов. Значение имеет каждый нюанс. В этом году в Югре планируют отремонтировать почти 8 сотен многоэтажек. Сейчас завершается приемка этих объектов. Ввиду разных «но» этого года привычный ритм работы пришлось поменять. Это связано в первую очередь с пандемией. Она привела к тому, что поставщики, заводы, изготовители задерживают поставку материалов, изготовление, поставку материалов, нехватка с рабочей силой. Как итог, все работы пришлось выполнять в новые сроки. Вначале занимались обшивкой фасадов. Там, говорят, много мокрых работ, которые нужно было успеть сделать до заморозков. Как и инженерные сети в подвалах. То, что выше нуля, где проходят стояки, где требуется заход в квартиры к собственникам, то есть, чтобы минимизировать вот эти риски по распространению, то есть у нас подрядчики не заходят. Сейчас же коммунальщики принимают работы по ремонту крыш. Их утепляли на чердаках, кроме этого развели и упорядочили все электрические сети, а еще обработали стены от огня и влаги. Работы принимают не для галочки и смотрят по всем параметрам. Приемки, да, идут вовремя. Принимают дома, те, которые замечания будут, исправляем вовремя. И сдаем объекте. Работы производим по капитальному ремонту фасад с утеплением, покраска фасада. Это крыша мягкая, и скатные крыши делаем, и внутрянку тоже канализационные, и сантехнику, там теплоснабжение. Из-за пандемии часть работ пришлось в этом году остановить. До следующей весны все дома, которые не были отремонтированы до конца, внесли в список первоочередных к исполнению. Сейчас работы приняты на большей части объектов. До конца года приемку планируют завершить во всех многоэтажках. В этом году на капитальный ремонт фонд выделит почти 3 миллиарда рублей.